здравствуйте друзья понедельник 5 ноября 2018 года у нас выборы завтра и сегодня еще какие-то последние такие марш-броски там совершаются на каких-то там мероприятиях но вообще говоря сами понимаете выборы промежуточные такие как бы с одной стороны много решается с другой стороны вот но такие выборы народ мало ходит плохо ходит считается что эти выборы судя по тому как идет предварительное голосование сейчас есть такой процесс тоже можно заранее проголосовать судя по тому как идет говорят что процентов 50 тех кто может голосовать придут на выборы последний раз 50 процентов приходили на выборы в 1914 году вот представьте себе начинается да значит в августе началась первая мировая война вот пришло но тогда вообще люди активнее ходили на выборы тоже тенденция была к снижению было время по 8 процентов ходили но вот последний раз 50 процентов было в 1914 году на выборах 4 года назад было 36 процентов почти 37 но но не было 37 было 36 с чем-то и от этого от явки от явки много зависит и в отличие от президентских выборов хотя конечно там тоже избирался полностью и избиралась полностью палата представителей и частично сенат но все-таки там еще есть фигура более высокая это президент и хотят два года назад тоже на большом количестве площадок шла борьба вот сегодня президентской гонки нету сегодня вот так пониже уровнем и поэтому как бы много площадок нет главной площадке их много главный результат это или да или нет демократам удастся победить в палате представителей то есть вероятность как бы достаточно высокая то есть по статистическим всяким оценкам которые делаются там не говорят вот выиграют эти или выиграют те говорят вот с такой-то вероятностью выиграют эти вот когда президент там стал президент говорили у него вероятность 20 процентов она не была ноль она была 20 процентов ну вот бывает что упадет кубик и на эту сторону тоже так вот вероятность того что демократы получат большинство в палате представители оценивается в что-то там 87 процентов 88 процентов то есть очень существенно и интересно на самом деле масштабы то есть если это произойдет то всех интересует нас насколько мощно это произойдет там чуть-чуть там парочку галах голосов это одна история если очень сильно произойдет другая история какая демография изменений вот например сегодня с утра опубликован анализ опроса который вот только вот только только закончился и там значит они смотрели по разным демографическим группам вот если мужчины например примерно поровну там за демократов и республиканцев на местных выборах на локальных на своих тот мир женщины очень существенное большинство там чуть ли не две трети даже больше двух трети они за демократов например соответственно и латинос и афроамериканцы и образованные там всякие белые тоже но вот например у трампа все-таки белые а с особенно тех у кого нет college degree да вот до университетского образования вот эти то есть и те и другие в большинстве но особенно те которые без образования вот такая интересная значит демография и вот как это все ляжет на самом деле как ляжет не по прогнозам потому что прогнозы это прогнозы а дальше люди должны прийти на выборы вот кто придет вообще интересно бы и мы с вами наверное в среду сегодня понедельник завтра выборы а в среду уже с утра мы проснемся вот через двое суток вот в это время уже будут практически все результаты кроме тех которые но может быть там вот действительно там по голосам посчитать чтобы было понятно кто выиграл бывают такие ситуации и с учетом того на каком количестве площадок идет борьба значит можно можно себя представить что будет происходить чтобы вы понимали значит 435 человек у нас избираются в палату представителей еще мы 35 мест будут разыгрываться в сенат и плюс боюсь соврать так хороших так 30 с лишним губернаторских постов губернаторских постов из там 50 до штатов вот значит там ты пом 30 с лишним не то чтобы губернатор это как-то вот уже уж очень важно на национальной такой карте но тем не менее тем не менее вот поэтому очень много таких знаете мест где сомнительный результат непонятный и вот туда бросаются деньги вообще эти выборы с точки зрения денег такого количества денег никогда не было потрачено на выбор вот такого уровня это просто как бы ну может быть найти акт тенденция в целом к росту но тут что-то особенное было поэтому поглядим глядим очень интересно что получится во всяком случае можно сказать что страна меняется на глазах и наблюдаем вот я думаю что мы с вами сделаем такой стрим вечерком вот два года назад ровно когда ну это было 9 ноября по моему вот два года назад когда были выборы они по вторник в сша проходит я вечером вышел в прямой эфир и там просто вот сводки шли за эти с полей вот я эти сводки значит там зачитывал как-то мы видели в динамике что происходит у меня одновременно там было несколько информационных каналов открыто и там постоянно шли какие-то обновления и я с этими обновлениями из комментариями и я думаю что мы наверное тоже такую канитель завернем во вторник как раз у меня вечером урок там с 6 до 7 нашего вечера 6 до 7 где-нибудь часам к восьми я буду дома и вот может быть часов в девять у нас тут мы начнем и уже в основном да на на том берегу уже будет полночь мы на три часа отстаем по времени уже уже много-много-много чего будет понятно то есть даже если там не сто процентов пересчитана то он там будет пересчитана 85 процентов 90 и зачастую там уже на 85 90 все понятно посмотрим посмотрим так что по-своему большой день в политической жизни страны хотя она такая знаете насыщенная на каждодневном уровне если раньше цикл был ну скажем неделя да то сейчас цикл такой найти там три-четыре раза в день цикл три-четыре какие-то такие новости уже к вечеру уже не важно что там с утра было а что что было вчера или там месяц назад совершенно вообще никакого значения не имеет поэтому никакая новость не не держится в новостях больше чем там несколько часов но в крайнем случае там день-два где месяцами не муссируют и даже неделями ничего не муссируют вот будем будем смотреть я еду на работу и у меня с собой всякие вот материал мне надо посмотреть чего у нас там для выборов вот вот это вот один конверт я еще не открывал так это у меня вот пожалуйста что там написано вот разгадь вот разгадь они объясняют там что чего и разные аргументы за и против калифорния general action так что я сяду сегодня буду читать и там пометочки делать там есть такие бюллетенчики там можно пометочки все сделать и когда ты уже приходишь на избирательный участок то там просто так чисто механически переносишь уже миллионов 30 человек проголосовали то есть если оправдается прогноз что половина избирателей придут и примут участие в голосовании так скажем половина 50 процентов то это примерно считай 100 миллионов человек значит 30 процент 30 процентов избирателей уже проголосовать в предварительном голосовании по почте голос голосовать сейчас можно общем такие какие-то разнообразные формы они еще не добрались до голосования в интернете потому что сами понимаете вопросы безопасности нет не то что допустим там сложно сделать такую систему она очень очень просто делается но следующий вопрос насколько насколько все это безопасно надежно и так далее я думаю что когда-нибудь и до этого дойдет то есть что-то такое придумать вот но посмотрим все друзья мы с вами расстаемся до что называется лучших времен и во всяком случае к теме выборов мы вернемся завтра в вечерком вечерком тоже завтра же если мне удастся что-то снять на избирательном участке но понимаете историю в разных штатах разные правила то есть где-то вообще нельзя ни при каких условиях снимать сам или селфи сделать нельзя то есть как бы ты нарушаешь так сказать частную жизнь других людей которые там где-то говорят можно но так чтобы никого не беспокоить и вот калифорния как бы относится к штатам где как бы можно но как бы в общем надо так сказать воздерживаться в меру в меру вот поэтому снимать на видео там точно не разрешат я прошу я просто раз пытался но как-то меня ограничили поэтому можно поснимать снаружи можно поснимать вот так машине я могу поделиться какими-то впечатлениями но вот прямо вот так вот поснимать там как люди в урну бросают или как вот эти работники избирательной комиссии сидят и там как они вычеркивают или подчеркивают вот этого заснять нельзя хотя я могу их спросить в принципе чего я например можно ли снимать именно их я могу спросить если они разрешат мы даже скажут пару слов ну посмотрим я я во всяком случае постараюсь все что можно легитимно сделать я постараюсь сделать ну и в крайнем случае я просто буду ехать с выборов и расскажу вот а уже вечером уже вечером мы конечно будем наблюдать за результатами хорошо так что друзья я с вами расстаюсь тогда получается до завтра утром а потом завтра вечером счастливо пока 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 Редактор субтитров А.Семкин